К фестивалю каждый район Курской области готовился заранее. Местные жители создали традиционные игрушки своего муниципалитета и украсили ими вечно зеленые деревья. Например, на елке Курчатовского района красуется кожлянская игрушка. Глиняная игрушка, которая расписана по определенной методике. Если вы видите, у нас всего четыре цвета присутствуют на этой игрушке. Как разукрасить кожлянскую игрушку? Какие цвета лучше подобрать? Ответы на эти вопросы можно было узнать рядом. В зоне проведения мастер-классов с узорами помогал опытный искусствовед Татьяна Нестеренко. Это малиновый, ярко-зеленый, золотой, фиолетовый, либо голубой. Мы заменили сегодня на голубой, он тоже очень хорошо смотрится. Цвета игрушки воплощают у нас основные, можно сказать, эмоциональные наполнения, которые несет в себе в природе цвет. Программу продолжили шумные гуляния. Для гостей выступили народные коллективы из разных районов области. А согреться помог травяной чай из русского самовара и хороводы вокруг главной елки. Вышу крышу завалил. Ах, артиллерия, скальческая валерия. Нашлось место и для народных забав. Метание валенок – популярное на Руси развлечение. Игру обычно проводят во время святок и на Масленицу. Если вы думаете, что кинуть валенок как можно дальше легко, то ошибаетесь. Ведь один такой весит 5 килограммов. Кидая валенок, выявляли самого мужественного мужчину сила, либо диетней. И он получал статус самого сильного. Кстати, метание валенка – не только проверка силы, но и шанс загадать желание. По давнему поверью, оно исполнится в святочные дни. Как тут отказаться от такого заманчивого предложения? Решили попробовать и мы. Дальше всех забросить валенок, увы, не удалось. Зато хоть желание обязательно исполнится. Кстати, мы загадали снова вернуться в Красниково. Уже на Масленицу. Это у нас 10-е мероприятие. Впереди у нас еще два мероприятия. Это Масленица и фестиваль «Крустальный звон». Завершать мы будем в мае, когда будут петь соловьи. Егор Горожанкин, Алексей Еременко. События дня.